Микс Ньюс. Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели, эксперт в области безопасности и политолог. Раман Трубовский у нас в студии. Добрый день. Добрый вечер. Добрый вечер. Обычно вот в это время, в пятницу вечером, мы подводим итоги недели, обсуждаем самые такие значимые, интересные события в стране и за рубежом. Вот говоря о Латвии, наверное, такое одно из интересных политических событий, я бы сказал, такое неожиданное, поскольку две маленьких организации запустили, инициировали процесс сбора подписей за референдум о распуске Сейма, и мы видим, что уже более 40 тысяч за 5-6 дней удалось собрать. Можно ли вообще говорить о том, что определенный, не знаю, политический кризис или кризис доверия в стране возник, поскольку вот сами правящие говорят о том, ну за что распускать Сейм, мы же дееспособны, бюджет приняли, правительство работает, оно же не ушло в отставку, за что нас распускать. Ну вот, Раймонд, как вы считаете, действительно ли их есть за что распускать, парламент, и какова, вот на ваш взгляд, политическая ситуация в стране? Во-первых, политическая ситуация явно кризисная, это во-первых, во-вторых, есть такая формулировка из-за потери доверия, поэтому я думаю, что это абсолютно годится в этом случае. Ну, надо согласиться в том, что, почему, скажем, несколько партий и коалиции получили столько голосов? Да потому, что они критиковали еще бывшую коалицию до этого и, в принципе, позиционировали себя как новые силы, которые ни в коем случае не пойдут в коалицию, которые будут бороться за права там народа. И, в принципе, беря внимание уже такой болезненный процесс формирования этого правительства, который уже там, наверное, рекордные сроки, по всем рекордам уже побил, они как-то быстро, эти партии стали старыми. То есть они голосуют за бюджет, они голосуют за президента, они голосуют за все, у них нету даже вообще какого-то собственного мнения. Хотя тот электорат, который за них голосовал, это особенно особо к партии Каменьша относится, которая бы вообще антиэлитарная, антиэстеблишментская такая. И мы наблюдаем, что все эти люди, в принципе, если мы так смотрим, то именно партия Каменьша дает эти голоса, чтобы выбрать и президента, и принять бюджет и все остальные вещи. И, скажем, отклонить просьбу оппозиции пересмотреть бюджет, отклонить просьбу оппозиции делать так, чтобы правительство попыталось хотя бы найти эти средства для медиков. То есть понятно, что они очень быстро стали частью этой коалиции. Ну и это показывает, что, в принципе, критическая масса недоверия к Сейму, к институции, ну, скажем, не к Сему, к Сейму, конечно, но к коалиции в том числе, достигла, наверное, такой самой низкой точки критической массы, когда уже всем все равно, одиозные фигуры начинают этот референдум, неодиозные фигуры, это уже по большому счету никого не волнует. И поэтому вот эти 40 тысяч, которые уже за несколько дней собраны, это, в принципе, показывают, что, во-первых, как было уже сказано, в эпоху интернета очень легко отдать свой голос. То есть вам не надо идти куда-то искать, там, нотариус и заверять свою какую-то там подпись. Это требует 2-3 минуты, и вы, в принципе, свой голос подали. Если такими темпами все пойдет, скорее всего, эти 155 тысяч голосов будут собраны, ну и потом уже будем, будет интересно, как будет ситуация развиваться дальше. Конечно, очень сложно собрать более чем полумиллиона голосов, но если правительство Каренша будет, скажем, говорить о том, что они будут еще поднимать налоги или еще будут какие-то вещи делать, то я думаю, что может все прийти к распуску Сейма в том числе. И степени, скажем, боязни уже этих ребят свидетельствует, что, ну, практически уже пару бывших президентов высказались, уже пару журналистов высказались. Уже в армии Китрове сказали, не-не-не, ни в коем случае, господин Затлер сказал, ни в коем случае. Потому что, в принципе, тогда рушится все, и тогда, конечно, такие партии, как Согласие, такие партии, как СЗК, скажем, такие люди, как Гобзем, Сдидзе, Шмидзе, другие, которые сейчас на волне, они вполне могут собрать, в принципе, контрольный пакет следующих выборов. И, то есть, такие люди, как партия Кайменьша или, скажем, консерваторы, ну, они, скорее всего, потерпят поражение по той простой причине, потому что люди там давали мандат совершенно на другие действия, совершенно на другие. Поэтому, я думаю, к ним, от их электората, особые претензии. Вот я так вот уже буквально чувствую, что скоро, тут же, не знаю, Равис Зинтас, другие представители национального объединения начнут кричать, что за этим сбором подписей обязательно стоит рука Москвы. Они уже включили об этом. Что-то должны они включить эту вот старую письму? Они уже включили. А, то есть, все, Кремль обязательно стоит за этим делом, да? Несколько людей уже включили эту тему, что, во-первых, какая-то журналистка сказала там в своем твите, что тупой народ не в состоянии сам организоваться, и понятно, что кто-то за этим стоит. Кто-то из нацобъединения уже сказал, что это, конечно, рука Кремля. Ну, то есть, проблема в том, что, наверное, это уже не работает. Ну, то есть, русские идут, и рука Кремля, это уже не работает. Все-таки не работает, да? Все-таки не работает, потому что мы видим, вот сколько уже подписей собрано. То есть, мой прогноз, что еще, скажем, четкое свое слово не сказали несколько политических партий, организаций, у которых все-таки есть довольно-таки большие электоральные возможности. То есть, подключить еще несколько сот тысяч человек к этому процессу. Поэтому, если они подключатся, то, скорее всего, я думаю, эти 155 тысяч будут собраны. Но мы уже сейчас видим, что уже есть попытки искать деньги для медиков, уже есть попытки говорить какие-то добрые слова. Испугались. Ну, во-первых, очень интересно посмотреть, что, оказывается, эти люди просто пугливые. Очень, их немножко, скажем, напугать, и они сразу все будут искать. И, конечно, они боятся, потому что, ну, смотри, для некоторых партий, я уже говорил о нескольких из них, их электорат, я думаю, реально злой на них, и у них вообще нет никаких шансов. Ну, понимаешь, это то же самое... Уже делали такие обещания, которые выполнить фактически невозможно. Слушай, ну, во-первых, начнем пресловутая программа 3 по 500. Вопрос с КОЗ, отмена КОЗ. То есть, это... Это ОИК, вот коэффициенты. ОИК, да, да. То есть, это, в принципе, были эти главные лозунги плюс борьба со старой коалицией, которая, между прочим, включала и нацобъединение, и единство. Значит, вот эти 3-4 таких главных лозунга, которые практически дали этим партиям шанс получить довольно-таки такое хорошее представительство с ЕМИ. Что они сделали? Они практически ни одно из этих обещаний даже не старались выполнить. Ну, и в-третьих, никто же в предвыборной программе не говорил, что они 7 раз поднимут расходы на свои партии. То есть, такого же обещания не было, да? Нет. Нет, и было обещание, что они приняли 20% увеличить значит, средства врачам. То есть, это все было. Но я думаю, что очень многие уже говорили для меня, что, наверное, народ бесит то, с каким цинизмом и с каким, как бы, равнодушием и с каким-то таким отношением это все делается. Им даже не стыдно за то, что они делают. Они просто говорят, ребята, ну, да, мы там приняли закон, да, мы поспешили, простите. Ну, тогда каждый будет нарушать закон и скажет, простите. Простите, ну, убил, извините. Ну, простите. В следующий раз не убью. Да, в следующий раз больше так не будет. Поэтому я думаю, что беря внимание всю эту ситуацию и вообще всю ситуацию, поляризацию в мире, как-то кому, вообще политическую ситуацию в Европе, в Америке, то есть, конечно, что рано или поздно эти процессы негативные такие, поляризации такого негатива, они должны были прийти к нам. Поэтому я думаю, что эти люди в коалиции не совсем понимают, что вопрос, они задают вопрос, а за что, почему? Сейчас вопрос так не стоит, вопрос стоит, что вот просто вы нам не нравитесь, мы вас выкинем на улицу. Вот так стоит вопрос. И всю, скажем, степень этого страха как раз показывает вот весь тот ресурс, который сразу же брошен на подавление как бы вот этой ситуации. Это и интеллектуальный, что типа, ну, ребята, умные люди же не будут голосовать за Роспуск Саимов. Это второе, что, ну, все равно придут те же. Если придут не те же, то придут еще хуже. Если придут не те же и не еще хуже, то придут, скажем, русские или еще кто-то. То есть, страшилки запускаются? Ну, конечно, запускают эти страшилки, но, как мы видим, это особо не работает, эти все страшилки. Поэтому я думаю, что мы сейчас увидим все-таки такой реверанс, поворот в сторону каких-то, скажем, тех вещей, которые они сами до выборов говорили. Они, конечно, планировали, что это будет так, что они три года будут делать все, что хотят, и потом последний год будут как бы что-то делать для народа. Но сейчас получается ситуация, что они сейчас должны хоть что-то показать. Поэтому если правительство Каренча будет и дальше еще говорить о, скажем, еще одной налоговой реформе, уже одна налоговая реформа у нас была, которая... Сейчас они грозятся в 21-м сделать еще одну. Видимо, мало. Ну, то есть, мы уже знаем несколько отраслей, которые реально пострадали от этой уже налоговой реформы. Поэтому если будет еще какая-то налоговая реформа, которая опять будет как-то, скажем, отнимать средства у народа, то есть это, конечно, очень быстро наполнит вот счетчик тех людей, которые будут голосовать за распуск Сейма. Ну и плюс ко всему, это, наверное, первый раз, когда как раз инициатива народа, скажем так, общественной организации призывает к распуску Сейма. Потому что до этого это был президент Заттлорс, который это делал, и потом был референдум, который, в принципе, практически распустил этот Сейм. А сейчас ситуация такая, что впервые задействуется вот эта статья, когда 155 тысяч человек могут... Ну, я думаю, что те люди, которые придумали это 10%, они наверняка думают, что никогда вообще близко к этой цифре никто не подойдет. Только никто в этом 2011-2012 годах, они все-таки не могли, скажем так, знать и понимать, что технологии возьмут уже такой темп, да. То сейчас сделать вот это, это очень просто. И потом увидим... Сидишь дома в тапочках... Конечно, абсолютно. Сидишь кофе и говорит, так, этот ненавистный Сейм сейчас я распущу. И нажимаешь кнопку на компьютере. Абсолютно. То есть никуда не надо на улицу идти, в очереди стоять не надо, деньги какие-то тратить не надо, нотарицу не надо. То есть все приятно и спокойно. Нет такого ощущения у тебя, что все-таки президент, который совсем недавно вступил в суд, думал, что он, в принципе, растерялся. Потому что ему бы в этой ситуации, ну, когда действительно назревает недовольство населения, как-то бы собрать парламент или собрать правительство и сказать, ребята, ну так не есть. Я же, тем более он юрист, конституционник, сказал бы, слушайте, ну принят закон. Вами же, этим же парламентом, не прошлым парламентом, да, вы так кидаете медиков. Еще, как выяснилось, еще шесть законов нарушены. И в отношении педагогов, там целый ряд законов, где уже прямо сказали, что дело дойдет к конституционному суда, и там вы проиграете. Ему бы какую-то образом, какую-то инициативу проявить государственную, но я так понимаю, что он растерян, вроде он им чувствует благодарность за то, что они его избрали, и он не знает, как ему действовать. Нет такого ощущения? Вот у меня есть такое ощущение, потому что он явно готовился к абсолютно другой ситуации. Ну то есть надо и понимать, что, скажем, все те, которые делали этот фонд выборов президента, ну они, в принципе, очень хвалили его, уже начиная с начала этого года, и все эти, скажем, композиторы, и все эти ученые, и все эти другие там, так называемая творческая интеллигенция, которые там подписывали разные письма, и, конечно, ну, наверное, он тоже живет в каком-то, скажем, своем таком информационном поле, где как бы ему говорят, что все хорошо, все нормально, все отлично, да. Ну, так же, как в известном фильме «17 мгновений весны», когда Штирлиц говорил, что все хорошо, там, в марте 45-го года, дела развиваются нормально. Ну вот, ему тоже говорят такие вещи, и, конечно, он, я думаю, чисто психологически не готов, потому что, в принципе, в самом начале его президентства, которое как бы должно было идти совершенно по другой колее, сейчас приходится уже практически гасить пожар и что-то делать. Вопрос делать что? С одной стороны, нагружать коалицию как бы нельзя, потому что эта коалиция его выбрала. С другой стороны, понятно, что с такой заносчивостью относиться к народу, как это делает коалиция, нельзя, потому что любые выпады в сторону этих групп или тех организаций, которые собирают эти подписи, это привезет еще к процессу домино, когда еще больше людей будут подписываться. По той простой причине, что, скажем, не хотите по-хорошему, будете еще обзываться, скажем, народ дураками, но получаете еще там пару-десять тысяч подписей. Поэтому я думаю, что, скорее всего, что у президента будет просто такая выжидательная позиция, ну и, конечно, скорее всего, он будет тоже пытаться как-то, как и предыдущие президенты, пытаться как-то гасить эту ситуацию такими-то словами. Но мне сложно, в принципе, сказать, как он собирается это делать, потому что он этот ком уже пошел. И то, что мы уже говорили, да, чисто вот где было же скажем, что в эпоху технологий излить народ не надо, они соберут там сто тысяч подписей очень быстро. Да. И там уже, когда дело дойдет до референдума, мы помним, чем закончился референдум по указу номер два. Там была такая явка, как никогда. Ну, я думаю, что мы не можем исключить. Есть, конечно, люди, которые думают, ну ладно, там семь примут какие-то решения, которые немножко этот пыл как бы остудят. Но, скорее всего, конечно, если процесс уже, инерция пойдет таковая, что есть возможность распустить этот семь, то, конечно, все разговоры там, что это будет стоить два и два с половиной миллиона евро, что это еще что-то будет стоить. Но, как бы говорится, когда идет вопрос о демократии, о которой тут все так пекутся, тогда вопрос о деньгах неуместен. Абсолютно. Вот хотел спросить еще об одном, несомненно, на политическом кризисе, который сейчас разразился, наверное, очередная волна в Рижской думе. Вот как тебе кажется, дойдет ли дело и там до внеочередных выборов? Я понимаю, что у тебя не так много времени остается до очередных выборов, но тем не менее. Ну, в принципе, тут, как мы видим, даже вчера ситуация меняется каждый час. Каждый час меняется. Даже не каждый день, а каждый час. Каждый день и каждый час меняется ситуация. Еще какой-то момент тому назад казалось, что, ну, в принципе, наконец-то коалиция работает, хоть шаткая, хоть, скажем, с большими противоречиями, но она как-то работает. Потом, скажем, вот эту четверку исключили со всеми вытекающими, скажем, следствами, освободили от всех постов. Ну и сейчас практически ситуация такова, что есть 28 мандатов и вопрос, конечно, еще об этой четверке, не, скажем, четверке Росликова, так называемой, а четверке, скажем, ну, второй, будем так образно говорить. Вот. Скорее всего, конечно, то, что они там говорят, что они могут с оппозицией пытаться выбрать какого-то мэра, я думаю, это несерьезно, потому что, ну, там пять партий и они вряд ли договорятся. Плюс все эти партии, они, в принципе, довольно-таки небольшие, им будет очень сложно договориться. Во-вторых, ну, конечно, я думаю, что никто не хочет из депутатов ни позиции, ни оппозиции довести дело до того, что Пуца просто поставит как-то своих управленцев по закону. Это, наверное, было бы неисповедливо по отношению к рижанам, да? Ну, я думаю, что, в принципе, в конечном итоге все эти люди выбраны рижанами, и они, в принципе, должны отработать. Ну, неочередные выборы, ну, наверное, это самая такая реалистичная ситуация на данный момент. Вопрос состоит, конечно, в том, будут ли эти выборы действительно только на год, и будут уже очередные выборы в 21-м году, или, как мы тут говорили уже, будет принято решение, что эта литерическая дума, если будут неочередные выборы, будет действовать 4 года. Это, конечно, тоже важно, потому что, ну, в принципе, делать внеочередные выборы, скажем так, в январе-феврале следующего года, и, в принципе, уже сразу начинать предвыборную кампанию на выборы... Да, по 21-го года, да? По 21-го года. Ну, это как-то совсем не... Ну, и плюс, беру внимание, этот кризис, мы не можем, в принципе, отлучить вот эту ситуацию в Рижской Думе от ситуации всеми, потому что практически все те же партии, которые в Рижской Думе, они, в принципе, все представлены в Сейме, и это, в принципе, каждая ситуация, которая идет как-то в проблематику Сейма, она сразу же отзывается в Рижской Думе и наоборот. Поэтому мы слышали очень много разных заявлений, в том числе от Бурова, что он будет пытаться все-таки эту коалицию какую-то сделать. Посмотрим, как он это сделает. Но, конечно, тоже, что и Буров сказал, что если не получится, то... Да, и он тебе дает, да, и он сам пойдет. Единственные выходы – это внеочередные выборы. Но я думаю, сейчас ситуация такова, что если еще, скажем, полгода тому назад утрировали, скажем, и этот вопрос о Хлоришской Думе, то сейчас, в принципе, скандал номер один и кризис номер один – это семь, это уже надолго. Абсолютно справедливо. Еще вот я тоже обратил внимание вот на этот такой парадоксальный момент, что те лидеры теперь правящих партий, которые еще полтора года назад были в Рижской Думе в оппозиции, Борданс, Стрики и так далее, которые выходили на трибуну в Рижской Думе и кричали, как им посмели ограничить время дебатов до десяти минут, до десяти, во время обсуждения бюджета всеми, сами ограничили на минуту, до минуты вообще выступления, не знаю, что за минуту можно сказать. И говорят, ну так это же демократично, взяли и ограничили, у нас же большинство. Понимаешь, когда есть, скажем так, революционная совесть, тогда, когда отношения к тебе это делают, тогда это, конечно, крайне недемократично. Недемократично. А когда ты это делаешь, ну тогда это уже демократично. Это уже демократично. Поэтому я думаю, что сейчас даже те партии оппозиции, Рижской Думы я имею в виду, они сейчас в крайне невыгодной ситуации, потому что им сразу же скажут, ребята. Так вы же обещали, что вы сделали. Вы же обещали. Это, скажем, вы не можете отделить рижскую часть и сеймовскую часть. Где три раза по пятьсот, где ой, кокос, где еще что-то. И это будут, скажем, их будут гнобить очень серьезно. Во-вторых, когда эти все лидеры, их не ушли в сейм, у них практически же нет там никаких лидеров. Ну, там люди, реально, которых никто не знал вообще. Они как бы прошли в эту Рижскую Думу, потому что там семь-восемь человек депутатов ушло из Рижской Думы, избралось в семь. И они вдруг попали там. И сейчас кто будет, скажем, ихним локомотивом? Я там не вижу ни одного человека. Ну, там люди, скажем, у кого-то триста плюсов, пятьсот минусов или четыреста плюсов. То есть, с отрицательным результатом они пришли? Да, ну, во-первых, это маленький результат. Ну, триста плюсов Абик в Риге – это один жилой дом. То есть, если один жилой дом в Риге знает, и ты можешь избираться, ну, это, конечно, хорошо для кое-кого. Но, с другой стороны, понятно, что они сейчас не могут идти с программы только критики руководства Рижской Думы, потому что их сразу же спросят о тех делишках, которые их партия делает всеми. Им придется отвечать, в том числе, и за это. Поэтому я думаю, что они тоже не будут очень заинтересованы. Райман Трубловский у нас в студии, и прервемся буквально на пару минут рекламы, и потом вернемся в студию. Еще раз добрый вечер, Райман Трубловский у нас в студии, и сейчас, наверное, самое время поговорить и о международной тематике. Мы видим, что процесс, если так можно сказать, наездов демократов на господина Трампа, на президента Соединенных Штатов активизировался. Все-таки твое ощущение, твой прогноз, дойдет ли дело до реальной процедуры импичмента, или это как раз только поможет господину Трампу в придробной кампании. Это один момент. И второй мы видим сейчас демократы. Я так понимаю, видимо, у них будет какой-то внутренний праймарис, где они будут решать, или Хиллари Клинтон пойдет, вторая попытка, или Блумберг. Все-таки Блумберг – это довольно весомая фигура, такой политический тяжеловес, с деньгами у него все в порядке. Вот, может быть, несколько слов об этом. Я думаю, это очень такой важный и интересный вопрос. Во-первых, если ответить коротко, я думаю, что процедура импичмента задохнется, скажем, в этой нижней палате. Даже не в верхней, а в нижней палате. Да, я думаю, что, в принципе, та палата, которую контролируют республиканцы, она, конечно, не даст ход этому. Это, во-первых. Во-вторых, ну, это какой-то последний решительный бой демократов, по той простой причине, что, вот я смотрел там эти немножко праймарис в Атланте, практически у них нет никакого, ни одному из этих 11 человек, будь то даже такие знакомые, как Берни Сандерс, или Ализабет Ворон, или, скажем, Джоб Байден. У них нет шансов против Трампа. Это, во-первых, минус, то есть плюс Блюмберга в том, что он, конечно, тоже миллиардер, он был мэром Нью-Йорка, но вопрос, что он предложит тем, скажем, обездленным людям, которые, в принципе, представляют демократов. Это нонсенс, когда миллиардер приходит там, не знаю. Демократам, которые, в принципе, по существу это какие-то социал-демократы, да? Ну да, в принципе, они люди, которые, в принципе, все время, ну, как бы, переделить, грубо говоря, просто переделить какое-то имущество богатых для более бедных слоев. Ну и этим будет заниматься миллиардер. То есть, если Трамп был очевидная фигура, скажем, у републиканцев, то у Блумберга могут быть просто проблемы с электоратом в плане, что там этот электорат, ну, он ждет кого-то более такого, я не хотел бы сказать, бедного, но какого-то более из народа. Вот Джо Байден, с одной стороны, как человек из народа, он, в принципе, идеально подпадал бы под эту ситуацию. Но, опять же, если мы смотрим Джо Байден и Берни Сандерс, они очень возрастны, им где-то уже под 80 лет, поэтому я думаю, что у них уже возникают сложности бороться за президентское кресло. Хиллари Клинтон, я думаю, это было бы очень неправильное решение для демократов, и она потерпела бы еще одно сокрушительное поражение. Поэтому у демократов ситуация, конечно, очень плохая. Именно поэтому я думаю, что они начали всю эту процедуру. Кстати, они начали процедуру, скорее всего, делая реверанс вот этому такому радикально левому крылу своей партии. Вот там есть, скажем, такие-таки кандидаты, как Кортес, как Берни Сандерс, то есть они практически марксисты по своему как бы такому пониманию дела, да, и, конечно, они вот пытаются как-то вот эту ситуацию все-таки еще один последний шанс показать. Во-вторых, ну, я думаю, что это мало повлияет на тех, которые уже твердо решили за кого-нибудь голосовать. Если мы смотрим, скажем, политику Трампа, ну, насколько я знаю, что сейчас в США самый низкий уровень безработицы за последние там 30-40 лет. Рабочие места как бы пополняются, у людей работа есть, есть какие-то, скажем... Производство возрождается постепенно. Производство возрождается, борьба с терроризмом, с преступностью ведется. То есть для того электората, который избрал Трампа, для него кажется, что да, человек делает свое дело, и вот эти все либеральные там из Нью-Йорка и из Лос-Анджелеса, из Калифорнии, которые ничего не понимают, как чувствует себя человек, скажем, там в Дакоте или там Мичигане, или в каком-то Висконсине, или там еще где-то, да. Или кто спит на улице, если такие, кстати, да. То есть они не понимают, и поэтому я думаю, что этот твердый электорат, он останется. Конечно, тот твердый электорат демократов в больших городах Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Калифорния, они тоже останутся. Я думаю, что сейчас эта борьба идет исключительно за те штаты, из-за тех людей, избирателей, которые шаткие, которые, скажем, думают, ну да, скажем, Трамп хороший парень, он делает много добра, но если будет какая-то ситуация, где, скажем, ну он неэтично себя вел, да, может быть, можно этих людей хоть как-то переманить, или просто сделать, чтобы они не пошли бы на эти выборы, или что-то, да. То есть, я думаю, вот где вся загвоздка дела. С другой стороны, если мы смотрим, что они хотят предъявить Трампу, что Трамп попросил услугу от украинского президента за то, что, скажем, США будет, если так можно сказать, сына Джо Байдена. Да, но, с другой стороны, Абик, а как тогда, скажем, смотреть на Джо Байдена, который сам всем говорил, что он сделал ультиматум еще тому президенту, чтобы убрать генпрокурора, или они не получат там транш каких-то средств. Это что? Это не давление? Это как это называется? На независимую страну, да. Или это называется, что когда это делают демократы, то это, скажем… Это можно. Это можно, а когда это Трамп, это нельзя. То есть, опять налицо двойные стандарты. Поэтому я думаю, что, скорее всего, это будет такой последний решительный бой демократов. Во-вторых, как я уже говорил, я слышал очень много дебатов по этому поводу. В принципе, все сходятся в мнении, что ни один из этих кандидатов, включая тех троих, о которых мы говорили, они не могут составить, скажем, решительную конкуренцию Трампу. Блумберг может, но вопрос, что он идет, как бы то, что мы говорили. Ему все-таки надо было бы быть тогда в другой профессии, что ли, чтобы иметь какой-то успех. Поэтому я все-таки… Мой прогноз, что, скорее всего, никакого импичмента не будет. И, скорее всего, Дональд Трамп победит на выборах следующего года. Да. Вот такой вопрос, который не могу не задать. Вот я знаю, что буквально недавно ты вернулся с конференции ОБСЕ, которая была посвящена вообще вопросам безопасности. В условиях современных технологий. Ну, правильно я понимаю, что, по крайней мере, по линии ОБСЕ, а теперь уже и Советы Европы, и Парламентская Ассамблея Совета Европы, взаимодействие с Россией продолжается, несмотря на санкции. И сейчас уже санкции не являются вот самым главным моментом в отношениях с Россией вообще. Ну, я думаю, что это уже прошлый день, это вчерашний день. Я думаю, что мы видим, что довольно-таки успешно проводятся работы по Северному потоку-2, другие экономические моменты, невзирая ни на какие политические трудности. Еще раз надо сказать, что все те люди, которые в 2014 году были политическими лидерами Европы, их практически уже нет. Уже мы не слышим. Меркель тоже. Сейчас, насколько я знаю, у них будет очень сложный конгресс, где еще неизвестно, удастся ли Меркель как бы свою политическую ситуацию спасти и поставить человека, который будет дальше проводить ту линию, и, скорее всего, нет. Поэтому я думаю, что все эти вопросы, они все-таки уже сойдут на нет, и отношения все-таки будут улучшаться. Нравится это кому или нет. То, что касается технологий, то мы должны понять, что искусственный интеллект и все эти технологии, они очень, они просто огромными темпами совершенствуются, и, конечно, это сразу же влечет за собой, скажем, инкорпорацию этих же технологий в сфере, военной сфере, в сфере безопасности. То есть это и распознавание лиц, и идентичности. Да. То есть это дает огромные возможности, но это дает и огромные вопросы, а как, скажем, как дальше руководствоваться, когда, скажем, каждого человека можно найти, скажем, за 24 часа в Китае просто. Используя всей современной системы, да. Да, ну, найти или как-то еще обезвредить. Поэтому ситуация с технологиями, это, конечно, мы от этого не уйти. Это понятно, что это с нами. Это понятно, что это будет как огромный такой снежный вал. Опять же, Абик, только один пример. Если 10 лет тому назад, что собрать эти 155 тысяч подписей, наверное, собрали бы 30 тысяч за год, потому что пришлось бы куда-то ходить. Да, тариусы заверять, платить деньги. Ну, сейчас это 3 минуты от силы. Спокойно, уютно, в тепле. Залез, врачи из интернет-банк и все сделал. Да, и то же самое относится и к другим, как бы, ситуациям. Это относится и к вопросам экипировки полиции, это относится и к военным мощностям будущим. Так что это, конечно, очень интересная эпоха, и вопрос состоит в том, сможет ли человек дальше контролировать все эти, скажем, побочные эффекты, которые эти технологии несут с собой. Да. Вот если мы еще говорим о такой международной безопасности, недавно министр обороны, господин Пабликс, высказался за то, ну, во-первых, за постоянное присутствие натовских вот этих военных, то есть уже не на ротационной основе, но по существу о военных базах, как бы ты их ни назвал, и он считает, что нам нужно вот ракеты Патриот, нам нужно вот боевые самолеты, вертолеты. Насколько нам это все нужно? И в этом ли основа нашей безопасности? Я думаю, Абликс, что, во-первых, это не ему решать, потому что если у нас было бы свой ВПК, где мы выпускали все эти ракеты и вертолеты, тогда мы смогли бы решать, что нам надо, а что нет. Эти все ракеты, вертолеты и все остальное принадлежат другим странам, и, конечно, они будут решать, надо ли им рисковать жизнью своих солдат или нет. Опять же, если здесь граница НАТО и Российской Федерации, граница Евросоюза и Российской Федерации, то понятно, что каждое наращивание сил и средств с одной стороны повлечет за собой наращивание ответных мер с другой стороны. И понятно, что все эти базы, все эти ракеты и все остальное будет практически под прицелом сопредельной стороны. То есть это просто надо знать и понимать. И если кто-то хочет здесь сделать такую, скажем так, прифронтовую, приграничную зону, ну, он может пытаться это сделать. Лично я против. Я думаю, что мы должны все-таки найти какие-то рычаги влияния на все-таки улучшение добрососедских отношений с соседом. Потому что любая другая ситуация ведет к милитаризации региона самыми, как бы, плачевными последствиями для нас всех. Потому что, повторюсь, любое наращивание военных мощностей в этом регионе неизбежно повлечет за собой ответную реакцию Российской Федерации и, возможно, Республики Беларусь в том числе. Да, потому что, ну, как это вот, как, вот я так понимаю, такой термин, который ты тоже употреблял раньше в эфире, это вот эта вот дилемма безопасности. Потому что каждое действие рождает ответное действие. И как это может быть до того момента, когда самый безопасный регион станет таким вот очень напряженным? Нет, ну, практически это всегда в истории было. Потому что, как ответит Российская Федерация? Она объявит, что это увеличение угрозы со стороны НАТО территории Российской Федерации. Поэтому надо развивать... Калининград, например, Псковская область, Беларусь. Значит, надо развертывать новые соединения, надо внедрять новые технологии. И что самое, как бы, неприятное, что, конечно, каждый сантиметр, скажем, этой территории здесь, он будет как мишень для каких-то военных мощностей. И это понятно. И потом этот виток, опять же, может быть истолкован, скажем, с определенной стороны. Но, видите, Российская Федерация наращивает военные силы, мы должны спрашивать что-то новое. Но здесь плюс состоит в том, что, наверное, очень хорошо, что мы не производим ни вертолеты, ни ракеты. Поэтому мы решать здесь точно не будем. Мы можем... То есть, ну, даже не мы, а, скажем, те люди, которые пока находятся в власти, они могут спрашивать, дайте нам, пожалуйста, ракеты или дайте нам, пожалуйста, то и это. Я не думаю, что США сейчас и НАТО заинтересованы в еще одном огромном очаге напряжения. Беря внимание, что ситуация в Сирии, в Турции не закончилась, беря внимание, что ситуация, скажем, и в Израиле, в Ливане, и в Иране тоже не закончилась. Поэтому я не думаю, что кто-то заинтересован здесь еще создавать какой-то дополнительный очаг напряженности. Поэтому будем надеяться, что вот этих всех батальонных групп, которые сейчас у нас есть, их абсолютно хватает, чтобы как-то обозначить присутствие НАТО в регионе. Все знают и понимают, что реально эти батальонные группы никакой угрозы Российской Федерации, скажем... Не создают. Не создают. И, в принципе, вот эта ситуация нормальная, и все понимают эту ситуацию. Но если же будут какие-то, скажем, попытки опять баланс поменять в сторону наращивания военных мощностей со стороны НАТО здесь, ну, это неизбежно повлечет ответные меры. Это стопроцентно. Да. Вот, может быть, возвращаясь к тому, с чего мы начали, вот если дело все-таки дойдет, мы не можем это исключить до распуска Сейма и до неочередных выборов, вот, и даже до очередных выборов тоже уже время быстро бежит. Еще пройдет три года и будут очередные выборы. Вот нет вот тебе такого ощущения, что должна появиться какая-то там, не знаю, новая крупная политическая сила? Я почему спрашиваю? Поскольку вот история с КПВЛВ, о которой ты упоминал с самого начала, и даже новые консерваторы, показала, что вот избиратели, видимо, новое поколение выросло, забывают то, что было в 90-е годы, и опять верят вот этим, ну, условно говоря, бананам, да, которые раздают избирателям перед выборами. Говорят, ты по 500, да, там, не знаю, сократи министерство, всем зарплата там с 1 января новая. Ну, я к чему говорю, что это долго ли будет это продолжаться, потому что появится еще какая-то партия, которая посмотрит на ту же КПВЛВ, говорит, опа, оказывается, это проходит, да, а давайте мы 3 по 600 пообещаем и 3 по 700, и, может быть, действительно избиратели на это клюнут. Или все-таки вот с каждым таким, если так можно сказать, обманом избирателей, все-таки вот избиратель становится чему-то учится? Я думаю, это не наш случай. Нет, не наш случай. Нет, потому что, если мы смотрим историю, скажем, политической жизни Латвийской Республики с 90-х, то у нас практически на каждые выборы появляется новый спаситель. Это была и Народная партия, это была Репша. Репша, помним, да. Мессия приходит и говорит, что сейчас все будет. Да, и сейчас все будет. Да, поэтому это, к сожалению, это такая среда латвийской политики. Поэтому я, к сожалению, не думаю, что что-то изменится в этом роде. Ну, то есть, посмотрите, мы смотрим там Швецию, Финляндию или там ту же самую Германию, США, там практически 2-3 партии, которые уже десятилетиями работают. Да, у них есть разные крылья, разные, скажем, там ситуации, но они как-то действуют в одном большом такой совокупности. Если мы смотрим здесь, то у нас практически из таких партий, которые работают, начиная с 90-х годов, ну, они 2-3, наверное, может быть. И у которого хотя бы есть количество сторонников. У них есть электорат и у них есть идеология. Все остальные, да, они, конечно, работают на этот протестный электорат, который, в принципе, ну, к сожалению, он всегда думает, что вот... Сейчас чудо случится, да? Будет чудо, но если говорить 3 по 600, ну, значит, будет 3 по 600. И очень, конечно, это все выглядит очень хорошо, а кто не хотел бы, да, все же хотят. Вот, но я думаю, что тот уровень, как бы, цинизма, как брутально кинули сейчас избиратели, да, но это, конечно, новый уровень, потому что если раньше еще как-то старались... Путались как-то, да, да. ...объяснить какие-то свои действия, да, то сейчас просто замкнулись в коалицию железно. Пять партий, да? Пять партий, да. Кстати, те же, которые, как я и говорил в начале, как минимум две из них, я не говорю про «за». Они, они, то есть, понятно, они более-менее, более-менее это клон единства и более-менее они как бы работают с единством, да. Я не говорю про национальное биение, но я говорю про эти две партии, которые пришли такой, скажем, революционной установкой бороться со старыми партиями. В итоге они замкнулись с этими партиями, они практически всегда принимали все важнейшие вот эти вещи, да, начиная от голосования по президенту, голосования по бюджету, они дисциплинированно всегда голосовали. То есть, они практически, ну, как ни крути, они просто цинично сдали, предали своего избирателя. И особенно это относится к тем, скажем, людям из КПВЛ, ну, которые практически забрали вот этот протестный электорат, который, в принципе, сголосовал за них, чтобы они боролись против этой коалиции. Они шли в коалицию. Да, и, кстати, не случайно же после этого раскол произошел КПВЛ на этой же почве по большому счету? Не, ну, абсолютно, но с другой стороны, понимаешь, ну, если ты, вопрос даже стоит не в нюансах, то есть, если был бы вопрос, что мы, в принципе, у нас, в принципе, одна идеология, просто у нас вопрос, как мы придем к этой цели, немножко разный. Тут же вопрос был, что они были изначально против всего. Сейчас они через год, даже не через год, через полгода практически голосуют за все эти вопросы идентично с единством. Уже больше ничего об этом не говорят. И тот же Камнич, который в предыдущем парламенте вот это единство пытался пригвоздить, ну, к позованному столбу. Ну, сейчас он ничего не пытается. Сейчас, ну, я думаю, что они должны понимать, что то, что мы уже с тобой говорили где-то, я думаю, несколько месяцев назад, минус таких партий состоит в том, что, конечно, можно нагнать эту волну и 150 тысяч голосов получить. Но эти же люди, которые не получают эти три по пятьсот или не получают вот это, то, что они хотят завтра, они сразу же уходят. И, в принципе, ну, если мы сейчас смотрим рейтинги партии Камнич, там, наверное, один процент или два процента, я не знаю. Но понятно, что этой партии при таком виде и с таким названием будущего никакого нет. У консерваторов, скорее всего, тоже нет, но там, ну, там хоть немножко что-то как держится. Они могут и попасть в следующий парламент. Там пока не нет. Сегодня выглядит, что что-то есть, какой-то электорат еще, да? Ну, понимаешь, с другой стороны, даже электорат, который все время держится в каком-то таком революционном возбуждении, даже он устает. Потому что когда тебе каждый день надо с чем-то бороться, ты когда-то хочешь тоже отдохнуть. Но когда тебе все время лидер партии говорит, что сегодня боремся с университетом, завтра еще с чем-то. Суды создаем какие-то новые, да, да, да. Что-то еще делаем. Бескополистная законность, да. Я думаю, там тоже все устанут наконец от этого. Поэтому, конечно, я не исключаю, что все-таки может дойти до распуска Сейма тоже. Но то, что, скорее всего, голоса соберут, ну, я все-таки даю не 100%, оставим там 1%, все-таки. Но, скорее всего, соберут. Потому что год это все-таки очень большой промежуток. И даже если забудут про врачей, то, скорее всего, что-то новое будет, новый спресс каких-то негативных эмоций. Поэтому, скорее всего... Главное, чтобы процесс запустили, да. А он запущен. Я думаю, никто не ожидал. Вот так он год будет вяло тянуться, и люди в какой-то момент своего недовольства нажмут кнопку. Знаешь, Абик, я тоже не ожидал, что, скажем, 40 тысяч или сколько сейчас там подписей с 14 ноября, это неполных 8 дней, да. И столько уже, скажем, почти там 30% собрали. Да. Но это огромный показатель. И еще раз повторюсь, если бы коалиция игнорировала бы это, то мы не увидели бы всех этих журналистов, мы не увидели бы всех этих президентов, которые пытаются как-то вот эту волну свести на нет. Да, ну вот у нас так уже время эфира подошло к концу. Раймон Трубловский у нас был в студии, и большое спасибо. До свидания.